Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Добрый день, уважаемые радиослушатели. На дворе понедельник. В студии, стало быть, Антонина Тихомирова. Сегодня особое мнение выскажет депутат городской думы Андрей Березин. Андрей, здравствуйте. Всем доброго дня. Давайте для начала пожелаем сегодня такое знаменательное событие, которое, несмотря на то, что происходит ежегодно, значимости своей, я думаю, абсолютно не теряет. Ушел крестный ход. И радует, что такая погода, и жары нет излишней, осадков. В общем, бог им в помощь, и хорошие им дороги. Думаю, что вы присоединяетесь ко мне. Главное, хорошие погоды. Ну и давайте к нашим темам. Чуть не назвала одно домашнее животное. То, о чем много говорили на минувшей неделе, депутаты Законодательного собрания области, несмотря на возражения и множественные замечания, не приняли в двух чтениях поправки в закон о бюджете на 2013 год. И достаточно шумные обсуждения вызвало и точкой кипения, как называет ряд СМИ, стал вопрос о выделении в очередной раз денег, больших денег, на мой взгляд, и на взгляд, думаю, многих радиослушателей, 250 миллионов рублей на продолжение деятельности аэропорта. Нет ощущения, что аэропорт становится золотым. То есть и кто гарантирует, что опять, ну, ссылаются все власть имущие и те, кто по этому поводу должен был держать ответ на то, что, дескать, неэффективное было управление. Ну а если оно опять станет неэффективным, каждый год будем, так сказать, отслюнивать там по 250-200 миллионов на аэропорт. И вообще, что вы думаете по ситуации, и можно ли его реанимировать? Я по детству помню, летали, и хорошо самолеты летали, и как-то вот нормально все было здесь. Антонин, прежде чем отвечать на этот вопрос, я, наверное, воспользуюсь фразой Юрия Ивановича Шлемензона, о которой говорит, что все, что сказано мной в эфире, является моим оценочным суждением. По поводу аэропорта, наверное, нельзя вообще как-то рассматривать эту ситуацию с точки зрения решения депутатов, могли они принять эти изменения или не принять. Я думаю, что такой выбор перед ними в принципе не стоял, потому что в случае, если бы они не приняли эти поправки, то уже в июле месяце, в связи с тем, что необходимо было бы отдавать кредиты, мог вообще начаться процесс банкротства данного предприятия. То есть, и скорее всего... То есть, вообще крест можно было бы оставить, да? Да, то есть, скорее всего, ну, грубо говоря, у депутатов уже не было какого-то выбора в данном случае. То есть, задавались, скорее всего, вопросы на перспективу, что будет дальше, сколько нужно будет денег, на какой период времени, к чему мы придем. Вообще рассматривать данный объект, как аэропорт у Бедилова, надо понимать, что это бизнес-проект, это социальный какой-то проект. То есть, если это бизнес-проект, то нужны определенные механизмы. То есть, по цифрам, которые правительство само представило, чтобы вывести данный проект на окупаемость, необходимо увеличение потока пассажиров в 5,5 раз, по-моему, если я не ошибаюсь. А народ не идет, да? Хотя вроде как цены-то сейчас... Ну, что такое увеличить бизнес в 5,5 раз? Это, ну, маловероятно. Это очень сложно, очень долго, это невозможно, наверное. Ну, это с чем связано? Уже просто с привычкой людей к тому, что нет аэропорта, и мы поездом уедем? Или как? Ну, вот в этом смысле. Есть рынок, есть востребованность. Безусловно, это может давать какой-то определенный рост, ну, там, 20% в год, но, я думаю, не больше в любом случае. Все равно, то есть, только поступательно, да? То есть, можно играть ценой, можно играть там качеством, улучшать качество услуги, но это будет... Ну, это очень длительный процесс. А так, чтобы раз, да, изменилось это... Да, то есть, соответственно, если это бизнес-проект, то нужно оптимизировать затраты, нужно оставлять только те рейсы, которые действительно приносят прибыль. Ретабельно, да? Ну, или хотя бы окупаются. Что маловероятно, опять же, при том количестве рейсов, которые сейчас есть, если это... Ну, сейчас порядочно, да, направление? Ну, да, сейчас же очень много рейсов внутри Приволжского федерального округа. То есть, там, Казань, Пермь, Саранск и так далее. То есть, достаточно большое количество рейсов, и все они субсидируются. А туда народ, в основном, на машинах вообще предпочитает рейсов. Ну, все они субсидируются. Соответственно, если это социальный проект, если он необходим для инвестиционной привлекательности региона, для дополнительных возможностей, для жителей города и области, соответственно, надо понимать, что каждый год необходимо тратить определенную сумму денег на то, чтобы этот проект жил. И это надо закладывать изначально постоянно? Это надо закладывать изначально в бюджет. Это надо изначально закладывать в бюджет. А не поправками потом, да? Ну, так было бы более правильно. И надо понимать, есть ли эти деньги у региона, для того, чтобы, соответственно, этот проект жил, для того, чтобы он развивался. Вот как-то так. — Но вот на ваш-то взгляд, более адекватное функционирование дальнейшее этого объекта, оно реально-то в первую очередь скорее как бизнес-проект? — Ну, как бизнес-проект, наверное, он может работать и жить, если будет какой-то дополнительный частный инвестор. Возможно, частичная приватизация данного объекта. — А это вообще никогда не обсуждалось с депутатами? — На данный момент я об этом не слышал. То есть если будет какой-то частный инвестор, какая-то крупная, может быть, компания, которая... — Ну, личная, да, заинтересованность появится у кого-то? — Да, будет владеть долей аэропорта. Возможно, как бизнес-проект это и будет жить. Но пока рассматривается по большому счету как социальный проект. — И есть некие какие-то такие, ну, как сказать, ограничительные вехи, да? То есть или просто нет ни у кого желания стать этим вот неким инвестором? — Ну, я не так хорошо знаю этот бизнес, чтобы делать какие-то выводы. — Ну, я думала, вдруг вы в курсе. — Я думаю, что, ну, насколько мне известно, по всей стране, ну, по крайней мере, в Приволжском федеральном округе данная сфера, она субсидируется почти в каждом регионе. — Из бюджета? — Да. — Ну, понятно. Ну, тогда, ну, я не знаю, к чему-то в любом случае придет. — Вообще в России, ну, вот авиатранспортные предприятия, то есть если сравнивать там с европейским бизнесом, ну, даже если мы летим, предположим, какие-то страны Европы, то есть лететь напрямую из России стоит намного дороже, чем лететь с пересадками. Почему? — Потому что, наверное, еще этот бизнес недостаточно развит, оптимизация затрат еще не дошла до того уровня, когда это будет бизнес действительно интересный, привлекательный, который будет приносить доход. — Ну, у меня такое ощущение, что, знаете, как по-новой стал недостаточно развит, потому что, вот еще раз повторюсь, что очень активно летали, куда мы только не летали. Я прекрасно помню, как мы там с семьей, я там в начальных классах, летали очень активно, и здесь, в Кирове, аэропорт прекрасно функционировал, тоже в кучу мест. — Ну, при Советском Союзе надо понимать, что мы все-таки летали за счет государства. — Летали с самолетами аэрофлота. — Да, за счет государства, не за свой счет. Тогда это полностью было на балансе государства. — Ну, там рубля три стоил билет, да, это было замечательно. Теперь хочу вас спросить, как вы относитесь к продолжению борьбы с зеленым змеем, который у нас процветает вовсю. Даже, не знаю, борьба процветает, и змей процветает, и вообще как. Ну, просто какие-то вещи, я всегда очень боюсь, знаете, когда что-то начинает инициироваться, я боюсь перегибов. И в данной ситуации речь идет о том, что, опять же, упомянув ЗАГС Собрания, на очередном заседании было, в первом чтении рассмотрели проект закона о внесении изменений в статью об административной, да что же у меня сегодня, ответственности в Кировской области. И теперь за сбыт домашнего вина будут штрафовать на пять тысяч рублей. От трех до пяти тысяч рублей. Да, хорошо, ну, максимальную стоимость я назвала. Домашний алкоголь, домашнему алкоголю рознь, с одной стороны, да, если это речь идет о классической, там сказать, со времен борьбы с пьянством старых времен самогонки, такое название яркое и всем ярко представимое, может быть, может быть и да. А если человек, предположим, делает какие-то там хорошие вина, и он их тоже не может продавать, он может попасть на пять тысяч рублей. Ну, вообще, вот скажите мне, это нужно или, мне кажется, не так у нас процветает это самое самогоноварение для того, чтобы с ним бороться? И оно надо вообще? И вот это... Ну, самогоноварение процветает, и процветает очень сильно. Я не в курсе просто. Да, да. То есть данный закон, как и другие запретительные меры, он направлен, по большому счету, на здоровье граждан. То есть что мы сейчас видим? Достаточно много запретительных мер было принято за последнее время, достаточно активно идет антиалкогольная кампания. В этой кампании есть две стороны. Безусловно, социальная сторона положительная, которая в итоге дает уменьшение употребления алкоголя, но есть и отрицательная сторона, это развитие теневого рынка алкоголя. И как раз в 2013 год, если взять статистику, то количество, ну вот по Кировской области, количество отравлений увеличилось достаточно существенно. И количество смертных случаев от отравлений увеличилось достаточно существенно. Потому что люди начали... Ну, минимальная цена на водку выросла, люди начали пить лосьоны. Опять? Опять пить лосьоны, контрафактный алкоголь и в том числе самогон. Ведь по сути, что такое самогон? Ну, вот тот самогон, который продается в чистом виде. То есть я так немножко изучал этот вопрос. То есть если вода кипит при 100 градусах, спирт при 70 градусах. То есть на самом деле процесс очень простой. Нагреваешь до 70 градусов, спирт выкипает, в отдельную тару появляется спирт. Но при этом ацетоны и формальдегиды кипят при температуре 60%. То есть вместе со спиртом выкипает весь тот яд, который есть в браге. То есть все эти ацетоны и формальдегиды. То есть вот этот первак, который получается, это, по сути, там любой нарколог скажет, что это чистый яд. Это очень опасный. Понятно, что это потом кем-то разбавляется, кем-то не разбавляется, но это яд. И, безусловно, это сказывается на здоровье граждан. По большому счету эти 5000 рублей это какая-то некардинальная мера. Но кого-то, возможно, это заставит задуматься. Заставит, мне кажется, просто, знаете, шифроваться лучше. Это уже вопрос к правоохранительным органам. Выявлять, наказывать. То есть это дополнительный инструмент борьбы за здоровье граждан. Поэтому я всячески поддерживаю эти меры. Кстати, к слову о теневом бизнесе. Знаете, очень процветает такая ситуация. Ну, я не знаю, может быть, действительно, конечно, кто-то перешел на лосьоны и стеклоочистители. Но тоже наверняка вы в курсе. И визитки раздают, и в соцсетях. Активно это все распространяется. У нас прекрасно, себе замечательно. Кстати, этот бизнес взяли под крыло студенты в основном. В ночное время звонится, там, при визите того-то. И, между прочим, цены невелики, мне народ рассказывал. Так что, в принципе, другой вопрос, что... Другой вопрос, что это незаконно. Идучи в магазин... Это незаконно. Ну, это-то само собой. Идучи в магазин, значит, там, не дай бог, чего-то ты не то купил, там, потом вернулся в магазин и сказал, это вы мне что, продали? И, собственно, у магазина будут в этой связи сложности. Посему, естественно, магазин следит за качеством продукции. А тут кто тебе чего в ночи привез? Грубо говоря, предприятие... Какая-то макциз-лицензия. Предприятие, у которого есть алкогольная лицензия, несет ответственность. И контролирует то, что оно продает. А где этот студент чего купил, никому не известно. То есть понятно, что он купил там, где это дешевле. Где это может быть дешевле. Там, где нет, грубо говоря, акциза у этого продукта. Скорее всего, это контрафактный продукт. Поэтому, ну, кто-то может пользоваться данной услугой, если он не переживает за собственное здоровье. Но то есть как один из пунктов общей концепции по борьбе с пьянством вы, так скажем, с одобрямом относитесь, да, к этой вот ситуации в том смысле, что ввели штраф на производство домашнего алкоголя. То есть оценка-то ваша какова? Конкретно этот закон, наверное, все-таки не на борьбу с пьянством, а на здоровье граждан направлен. Ну, значит, сие хорошо. Правильно? Мы увидим. Понятно. То есть я думаю, в следующем году надо посмотреть количество оштрафованных, определить, какое количество и было изъято. Ну и, соответственно, на фоне этого сделать выводы о том, сколько человеческих жизней было спасено благодаря этому. Ну, не могу обойти ситуацию. Не знаю, каким-то образом имело ли отношение последствия этой ситуации скандальной на уровне, допустим, городской думы или это не ваша компетенция. Я говорю про беспрецедентное совершенно событие, про падение крана на дом. Слава богу, никто не погиб. Ну, вообще, в принципе, это, конечно, ну, я даже не знаю, я руками развожу. То есть получается, что живешь ты себе спокойно, ну, стройка рядом идет, ладно, и то, что не случится что-нибудь подобное. Но, кстати, межпочем, часть людей все-таки пострадала, как минимум, имущественно. Я видела там машины там просто всмятку. Ну, несколько квартир было повреждено. Повреждено, да. Ну, то есть я говорю, опять же, к счастью, никто не пострадал. Вот в курсе ли вы, ну, то есть вообще каким-то образом будут ли к этому разбирательству иметь отношение, ну, или к тому, чтобы там в дальнейшем подобного не случилось. Депутаты или это там вот не ваша компетенция, обсуждали, не обсуждали вообще, что вы думаете и лично, как вы, и как, опять же, там, как депутат, как надо так вообще, какие нужно сейчас устроить, я не знаю, драконовские, какие-то наказательные, извините за словотворчество, меры для, в данной ситуации, для КЧУСа, чтобы они, ну, я не знаю, ну, прикрепляйте вы кран как-то так поадекватнее. Это, кстати, не было таких уж штормовых, да, там, каких-то серьезных цунами и так далее. То есть они, дай бог, какие-то вот ураганы бы. Я не знаю, у них еще где-нибудь там, где они строят, попадала бы часть кранов. Ну, просто вот, ну, события действительно, ну, абсолютно неадекватные. Что можете сказать? По первому каналу показали. Ну, я знаю, и по первому, и по пятому, ну, в общем, это имело резонанс по всей России, по федеральным новостям. Что скажете? Ну, слава богу, что обошлось без человеческих каких-то жертв. Это самое главное. Вообще, я бы не сказал, что это какое-то беспрецедентное событие, я не помню. Упадали краны у нас уже? Не так давно, по-моему, на улице Володарского тоже упал кран. Да, тогда тоже обошлось без человеческих жертв, там, стену офиса снесло, если я не ошибаюсь. Ну, я не помню, честно вам скажу. Я помню только, как балкон падал из последнего вотчета, как каких-то падений. Ну, безусловно, это могло быть по-разному. Немножко в СМИ посмотрел. Оказывается, два года назад, кстати, Ростехнадзор штрафовал КЧУС. Как раз по подобному вопросу, незаконное использование крана, по-моему, без разрешения, была ситуация. Я думаю, главный вывод, который надо сделать из этой ситуации, это и все строительные компании, и все проверяющие органы должны более качественно контролировать данные процессы. То есть понятно, что везде есть человеческий фактор. Значит, должна быть такая система контроля, которая будет исключать этот человеческий фактор. Не должны закрывать глаза на любые действия. То есть должны быть определенные выводы сделаны, я говорю, как и строительными компаниями, которые несут напрямую ответственность, так и проверяющими органами. Потому что, ну, рано или поздно... А кто их проверяет вообще? Ну, по-моему, Ростехнадзор, если я не ошибаюсь. Есть как бы проверяющая структура. Ну, мне тоже кажется, что подобные структуры проверяющие, они, наверное, гром не грянет, мужик не перекрестится. Пока все хорошо, они, наверное, особо и не проверяют. Я бы так не сказал, на самом деле, проверяющие структуры работают достаточно активно. Просто, видимо, надо еще... Не понаслышке, знаете. Да, видимо, надо работать в каких-то вопросах еще активнее. А в данной ситуации, безусловно, нужно в кратчайшие сроки последствия устранить, компенсировать весь материальный вред, который был причинен. Но на уровень Думы не выносились? А каким образом? Я не знаю, просто видите спектр ваших... Есть строительство, есть частная земля или арендованная. Есть разрешение на строительство. И вроде чего вам уже вмешиваются. Есть проверяющие органы. То есть есть закон. То есть по закону, если доказана будет их вина, они обязаны компенсировать. Но я бы не стал на месте компании, которая за это отвечает, ждать решения суда, а нивелировал бы данную ситуацию, компенсировав материальный вред. Мы с вами, если я не путаю, каким-то образом так слегка уже касались нужности, необходимости появления новых бизнес-центров и прочее, и прочее. Но вынуждена вернуться к этой теме по той простой причине, что люди категорически против строительства, сейчас скажу, какого конкретно, не хотят потерять сквер, которых у нас не настолько и много, чтобы от них просто так вот в легкую отказываться. Вот сегодня, между прочим, в 7 вечера в сквере на углу профсоюзной Карла Маркса пройдет собрание жильцов в защиту этого скверика на перекрестке. И там началось строительство бизнес-центра Вятской торгово-промышленной. И сюда же тоже хочу упомянуть, вот статья в бизнес-новостях вообще называется «Гостиничный перебор». Тут, конечно, бизнес-центр, гостиница, в общем, тут суть. Возвращая гостиница, мы же не знаем, что там будет. Ну да, то есть неизвестно, что это будет в оконцовке. В 2015 году в Кирове откроется гостиница «Тулепин» международной гостиничной сети. Отель разместится в бизнес-центре «Кристалл», который сейчас строится в районе Старого моста. Здесь он уже строится, там, ладно, бог с ним. Тут это немножко получается ответвление другое. Я просто уже вот обозначу спектр, так сказать, проблем и буду слушать ваше мнение по этому поводу. У нас что, гостиниц мало? Вот смотрите, приезжали, да, вот по делу, не будем говорить кого, как в этом самом... Как-то нельзя упоминать имя, но просто уже сколько можно. Когда, по-моему, совершенно спокойно людей расселили, и даже еще места оставались, ну давайте еще пяток гостиниц построим, давайте у нас будет город состоять только из бизнес-центров и гостиниц. Вы тогда, помню, сказали, да, действительно, мы обсуждали, что если это появляется, значит, это может быть кому-то нужны эти торговые центры там в частности. Но мне кажется, я уже не очень понимаю, кому это нужно вообще, на самом деле. Количество гостиниц, конечно, диктует рынок. Если эта услуга востребована на рынке, я думаю, что никто не будет тратить большие деньги, инвестиции в данный проект, если будет понимать, что данная услуга будет не востребована. Безусловно, года три назад я бы сказал, что этот рынок был недонасыщен. Да, то есть были проблемы. Но сейчас достаточно много мини-гостиниц открылось по городу, небольших там из квартир и так далее. И постепенно, в принципе, эта ниша достаточно хорошо запомнилась. Плюс у нас Хилтон строится. Я думаю, что построится в ближайшие годы. Такая странная история. Две гостиницы рядом, стык в стык. Вот это вот зачем? Ну, это рынок, это бизнес. Трудно сказать. Ну, рядом-то вот, ну, нос-то к носу. Ну, это может быть мое, конечно, стороннее. Ну, мне место, да. А по поводу бизнес-центра, я бы вообще не стал говорить о том, нужен или не нужен бизнес-центр в Кирове. Я бы, наверное, задал вопрос следующим образом. Это вообще что, кстати? Что это такое? Бизнес-центр. Ну, я не видел такой еще проект. Ну, бизнес-центр, скорее всего, это офисы. Там сданы в аренду какие-то конференц-залы, возможно, какие-то переговорные комнаты. Ну, какая-то сфера услуг, связанная с этим. Возможно, какие-то гостиничные номера. То есть, вот что-то там связано с этим. Тут надо поставить вопрос немножко по-другому. Готов ли город потерять еще одну зеленую зону? То этот вопрос важен. И на Думе этот вопрос поднимался, я думаю, и будет подниматься. Именно по этому поводу конкретно? Ну, конкретно по этому поводу. На данный момент, насколько мне известно, разрешение на строительство не выдано. Поэтому есть определенное время и для городской администрации, и для тех, кто собирается строить. Еще там все взвесить 10 раз, подумать об этом. Хотя Дмитрий Николаевич, наверное, уже, в принципе, свою позицию озвучил. То есть, он вот перед депутатами ЗАГС Собрания сказал о том, что договор аренды будет со стороны администрации, суд будет подано на расторжение договора аренды. То есть, администрация, в принципе, свою позицию уже обозначила. Сейчас, грубо говоря, если это будет суд, то уже суд будет решать, имеют они право строить там или не имеют. Тогда как можно начинать строительство? На данный момент строительство не начало. То есть, они, что называется, огородили площадку, да? На данный момент идет строительство только забора. Забор пусть строят, ладно, это не страшно. То есть, на данный момент. И понятно, что этот вопрос, я так понимаю, что он будет вынесен и на общественную палату. И мнение граждан, я думаю, здесь обязательно нужно учитывать. Ну, хорошо, что в любом случае ярко, понятно, адекватно власть выражает свою позицию. То есть, вот вы говорите, там Дмитрий Николаевич четко совершенно обозначил. Ну, то есть, уже граждане понимают, вообще, там сказать, что и чего по этому поводу думает власть. И, если что, там, к кому обращаться и как можно выказывать, собственно, выявление. Ну, и слава богу, граждане все больше и больше, там, скажем так, научились влиять на те процессы, которые происходят, влиять на власть. То есть, общественное мнение сейчас это действительно сила. То есть, там, 10 лет назад, ну, скажем так, этого не было, сейчас это, безусловно, есть. Ну, причем влиять, так скажем, бесскандально, да? Потому что у нас же очень любят влиять сейчас митинги. Ну, к сожалению, пока часто это скандалами, там, если мы возьмем вопрос, там, переименований различных и так далее. Но, в любом случае, это развитие гражданского общества, это развитие самосознания, в любом случае, это плюс. А что вы, Андрей, скажете по поводу того, что реконструкция вокзала, как выясняется, теперь рискует опять затянуться на несколько лет, а несколько это такое растяжимое понятие. Просто, в принципе, действительно, ворота города должны выглядеть, наверное, поприличнее. И, в принципе, вокзал-то, ну, на самом деле, давно, давно того хочет. Вот, и вообще, с этой привокзальной и вокзальной территорией там много постоянно происходит каких-то непонятных вещей. Там будет переход, не будет переход. Будем вокзал реконструировать, не будем вокзал реконструировать. Реконструировать, там, значит, город должен заниматься или РЖД должна заниматься. Прокомментируйте, пожалуйста. Сложно прокомментировать. Вокзал есть собственник. Это российские железные дороги. То, сколько денег они потратят на реконструкцию, ну, это, грубо говоря, это их решение. Мы можем лишь рекомендовать что-то, там, правительство, там, региона города может вести с ними какие-то переговоры. То есть, чисто теоретически, город может быть чистехонький, красивущий, вылизанный, там, изумительный, а вокзал может, значит, приходить в упадок и в негодность. И это совершенно никаким образом, то есть, это собственность РЖД, да, то есть, это они должны его реконструировать. Ну, вы знаете, я много где бывал, в разных городах, я бы не сказал, что у нас вокзал как-то там плохо выглядит. Нет, это я просто теоретизирую. То есть, в принципе, это городу-то вот никак не имеет, да, никакого отношения, в общем-то. Ну, по большому счету, вот, мне как жителю города, да, то есть, вот, что мне не хватает на вокзале? Мне не хватает нормальной парковки. То есть, если я провожаю, там, родных, близких или встречаю, а мне хочется подъехать, спокойно подойти, донести сумки. То есть, мне сейчас не хватает, грубо говоря, нормальной полноценной парковки. А вот это то, что вот это вот в центре пространства? Ну, этого, во-первых, недостаточно, там постоянно стоит очень большое количество машин, в том числе таксистов, плюс надо переходить через... Переход. Да, то есть, есть там территория, там, с двух сторон вокзала, на данный момент она там перекрыта. А, вот то, что внизу, да? Да, может быть, там имеет смысл какую-то реконструкцию проводить, именно подъездные пути, потому что там, как правило, особенно зимой, пробка с двух сторон, один ряд движения, все встали, кто-то опаздывает на поезд, кто-то бежит, там, три квартала с огромными сумками, если это тем более с детьми еще, с женщиной. Тяжко. То есть, вот это вещи, которые, как мне кажется, элементы первой необходимости. Сам вокзал у нас вполне нормально выглядит, то есть, я часто... Ну, внутри так вообще, да, облицованный морозовый. Я бы не сказал, что там какие-то сложности возникают у меня. Поэтому, я думаю, такой непринципиальный, на самом деле, вопрос. Вот именно реконструкция его. Ну, то есть, нет смысла его так вот уж одиозно обсуждать, да, что реконструкция тянется. Данный процесс начался, соответственно... Когда-нибудь дозакончится, да? Да, то есть, я, насколько читал, достигнуты какие-то договоренности у правительства с железной дорогой, что часть предприятий будет зарегистрирована на нашей территории и гарантии того, что налоговые поступления от этих предприятий будут идти напрямую на реконструкцию. То есть, возможно, это каким-то образом ускорит данный процесс. Совершенно меняю кардинально тему. Ну, не так давно в интервью в радиостанциях и Москва в Кирове посещали гостями Сергей Доронин и Сергей Мамаев, и оба сообщили в прямом эфире, что они готовы составить конкуренцию действующему губернатору на ближайших выборах, которые состоятся не далее, как осенью следующего года. Как бы мне сформулировать вопрос-то, чтобы задать его вам? Как вы считаете, вообще, в принципе, это, наверное, наиболее хороший ход, да, то есть, чем больше кандидатов, тем больше из кого выбирать. И вообще, кстати, для меня, вы знаете, до сих пор есть некое непонимание, мы все-таки выбираем или мы не выбираем, или, ну, там, сказать, это будет носить какой-то рекомендательный характер, то есть, из кого-то выберут, а потом все равно решает президент. Я запуталась, понимаете, как у нас будет, что происходить у нас будет со следующим губернатором на выборах. Вот вы наверняка были компетентны, вот, значит, что сочтете нужным по этому поводу сказать? Вот то и интересно. Ну, мое мнение, что выборы будут. Они будут в сентябре следующего года. У нас еще и ОДА этого будет. Я думаю, что ЗАГС Собрания не будет менять систему, чтобы они выбирали губернатора. Я думаю, что у нас будет право на выборы, скажем так. По поводу кандидатов... Ну, вы как считаете, это хорошо? Я думаю, что это правильно. Я вот рада, я хотела бы поучаствовать. То есть, мне кажется, что это нормально, выбирать своего царя самим. По поводу кандидатов, я думаю, что за этот год, ну, грубо говоря, через год начнется активная предвыборная кампания. С выборов в сентябре обычно начинается где-то месяца за три. Ну, она начинается раньше, она уже идет. Активная? Она уже идет, поскольку некоторые кандидаты уже, скажем так, заявляются. Она уже идет, но активная фаза где-то обычно месяца за три. Я думаю, что за этот год, вот мое личное мнение, субъективное, появятся кандидаты, о которых мы даже и не слышали. То есть, появятся какие-то... Из других? Ну, появятся абсолютно новые люди, которых вот сейчас, на данный момент, ну, никто даже не рассматривает. Я думаю, что кандидатов будет достаточно много. Из живущих тут или вообще... Я думаю, как из живущих тут, так и, возможно, из других. Просто мы не рассматривали их в этом качестве, да? Да, безусловно. С этой стороны мы его и не знаем совсем. А по поводу депутатов Государственной Думы, я думаю, что у каждого кандидата есть шанс. Из депутатов Государственной Думы вы сейчас говорите? Ну, вот вы перечислили мне Сергея Мамаева. Я двоих перечислила. Я не думаю, что Сергей Доронин пойдет на выборы. Ну, вот мое мнение, если там Никита Юрьевич Белых будет участвовать в выборах, потому что он всегда поддерживал его, и достаточно у них общее, скажем так, отношение, позиции и так далее. То есть, прозрец его интересов не будет действовать. И так далее. А так вообще считаю, что у каждого есть определенные шансы, если предложат жителям региона то, что люди хотят. Просто надо понимать, что сейчас, наверное, уже не то время, которое было там в 90-е годы, когда можно, ну, пустыми обещаниями чего-то добиться. Все равно люди ждут уже каких-то конкретных предложений, каких-то конкретных решений, которые будут касаться каждого жителя региона. Если кандидат найдет эти решения, то, безусловно, шанс у любого человека есть. Ну и желательно, да, чтобы у человека была некая мощная репутационная составляющая, чтобы он мог что-то предлагать, ну, как бы предлагая ссылаться на свой минувший опыт по части того, что вот, смотрите, я это уже делал, и значит, я это сделать смогу. Да? Как-то так. Ну, мне трудно сказать. Потому что чего там городить огороды, рисовать воздушные замки, скажут так, что еще неизвестно, получится у него или нет, правильно? Потому что важна репутация, важна команда, важно понимать, кто поддерживает данного человека, какие там общественные организации, какие там социальные слои. То есть кто заручится поддержкой большего количества разных групп, я думаю, тот и станет. Ну, в общем, интересно. Но в любом случае в действующих комбинатах всегда шансов больше, потому что ему проще показать какие-то конкретные достижения. Ну да, вот что я уже вот это сделал, хотите, чтобы это продолжалось в этом же ключе, да, пожалуйста. Но в любом случае будет интересно. Поживем, увидим. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Высказывает сегодня особое мнение депутат городской думы Андрей Березин. Слышали ли вы, Андрей, про ситуацию с тем, как наш журналист, местный, дошел до Страсбурга в поисках истины? Неудачно, правда. Да, вот, значит, для тех, кто не в курсе, потому что ситуация имеет начало довольно давно, это еще 2002 год, то есть получается, что больше 10 лет, сори, редакция газеты «Вести» и журналист Сергей Ухов, который был главным редактором этого издания, обратились в Страсбургский суд по поводу судебного разбирательства о клевете, последовавшего после публикации в газете статьи данного журналиста в августе 2002 года. И Сергей Ухов выступил с критикой в адрес одного из кировских чиновников. Думаю, что теперь даже для полноты картины не имеет смысла упоминать чиновника, учитывая оконцовку сего процесса. И, собственно говоря, Страсбург подтвердил, признал законным решение российских судов по обвинению в клевете, редакцию этой газеты. То есть я так понимаю, что теперь все-таки точка поставлена и так далее. То есть получается, что мы, конечно, не знаем всей, абсолютно всей полноты картины, но становится, может быть, немножко грустно. Думаешь, на стороне власть имущих суды любого уровня будут всегда. Мы, бедные журналисты, нас всегда можно к ногтю, если что. Получается так или как? Ну, вообще конкретно эту ситуацию, наверное, бессмысленно комментировать. Нет, да, я просто оттолкнувшись от нее. Я более чем уверен, что Страсбургский суд принимает решение правильное, и никакие чиновники не могут на его решение повлиять. Тем более, если мы возьмем Европу, она намного более толерантна в этих вопросах с точки зрения критики власти, критики чиновников. Поэтому я в данном случае, если Страсбургский суд отказал, возможно, там срок давности закончился, еще что-то. То есть я думаю, что это решение Страсбургского суда комментирует бесполезно, оно, как правило, правильное. То есть и направленное все-таки на защиту свободы слова. На то это и последняя инстанция, да, так скажем? Ну, по большому счету. Абсолютно независимая последняя инстанция. Что касаемо вообще критики СМИ. То есть СМИ, безусловно, должны критиковать чиновников, показывать на их ошибки. Но должны делать это в рамках все-таки какого-то законодательства. И не переходить ту грань, когда уже начинается не критика, а клевета. Потому что многие недооценивают, но средства массовой информации — это колоссальная, огромная сила. То есть, которая имеет возможности подонка показать героям. А героя, соответственно, в паблик показать абсолютным подонкам. И просто, опять же, если процитировать на эхе Москвы, по-моему, на той неделе депутат Государственной Думы Кирилл Черкасов говорил о том, что в том числе от работы СМИ, от качественной подачи материалов, зависит инвестиционная привлекательность региона. Там вообще имидж региона зависим. У нас часто, к сожалению, используется принцип, который, если не ошибаюсь, еще там BBC в свое время придумал. Хорошие новости — это плохие новости. То есть читается и смотрится то, что плохо. А о хорошем, как правило, стараются, ну, там, вскользь упоминать. Знаете почему? Это не совсем правильно. На самом деле, если сейчас с другой стороны, к этой же вы абсолютно правы, только я вам, ну, как сказать, со своей профессиональной точки зрения скажу, к огромному сожалению и к стыду за профессию, то есть, значит, за своих коллег, которых порой коллегами, в общем, назвать не хочется, это легче. Понимаете? То есть, значит, какую-то... Легче зарабатывать популярность. А, да, причем личностную, вот чисто как бы журналистскую. Вытаскиваешь какую-то ерунду, значит, но такую с окраской, в лучшем случае желтой, и, значит, в худшем, там, сказать, вообще там переврано, еще что-то. Делаешь из этого там бомбочку, причем такую, как вот в детстве делали, значит, бумажную, и наполнив ее какой-нибудь гадостью. Понимаете, как бы там бросишь, раскидается, развоняется, и как же выхлоп есть там-то, какую классную статью написал там некто Пупкин. То есть, это просто писать о хорошем интересного гораздо сложнее. Безусловно. Вот, и это, в принципе, очень печально. Поэтому, резюмируя, безусловно, СМИ должны критиковать деятельность чиновников, но не переходя какие-то грани и объективно. Вот как-то. Абсолютно с вами соглашусь. Давайте вот о чем. Сейчас как раз у нас тут прошел Единый государственный, который тоже тут не обошелся без скандалов там на российском и федеральном уровне. Он смотрел тут тоже все выходные, кучу сюжетов по этому поводу. Ну, это бог бы с ним, это и без нас с вами обсудили. Мне интересно, что вы думаете, опять же, как папа, школьники, на предмет формы. То, что вот сейчас активно обсуждается. То есть, нужна ли форма мы? Я в курсе, что и вы еще в школу ходили в форме. Я-то там, соответственно, тоже. Мне нравится. Я сторонница. Вот, знаете, вот как-то это вот было, не выглядело это уравниловкой, но вот это вот как-то все равно должно быть. Потому что, честное слово, иногда смотришь на барышню, если не посмотришь в ее портфельчик и не узнаешь о том, что она школьница, ты не подумаешь, что она школьница. Там такое надевается. А педагоги вроде как и отреагировать-то не имеют права, потому что нет никакой ограничителя. Ну и потом, в конце концов, до сих пор, несмотря на то, что, слава богу, появилась масса магазинов с относительно социальными ценами, и несложно купить вещи, так сказать, дешевле своим детям, все равно кто ведь во что гораст, и дети, в общем, достаточно жестоки, и там ты вот в этом ходишь, а ты вот в этом ходишь, и это, мне кажется, мешает, в общем, некой воспитательной такой этой самой линии. Ну, в принципе, за меня только что ответили. Да? Ну вот. То есть, мое мнение, безусловно, школьная форма нужна. Наверное, не стоило бы вводить единую школьную форму по всей стране. Можно было бы дать возможность каждой школе определить свой стандарт. Ну, это и красивее было бы, да? Первое, это дисциплинирует детей. Второе, это убирает какие-то социальные неравенства. То есть, много очень плюсов, безусловно. Ну, и потом, наверное, ребенка к аккуратности приучает, да? Тут, в конце концов, сам... Дисциплинирует, да. Затаскал майку, бросил в стирку, в другой пошел. А тут, извините, значит, вроде как у тебя формы на платье. Я думаю, хуже никому от этого не будет. Дополнительные, конечно, затраты какие-то это будет нести, но я думаю, что там не те цифры. Ну, я тоже слышала о том, что это будет очень дорого. То есть, сразу появилась куча противников, которые говорят, что, а где люди возьмут там деньги? Ну, вот, честное слово, не вижу в этом. Вот, мне кажется, проблемы никакой. Ну, шей сам, да, по какому-то лекалу. Мне кажется, никто не будет запрещать, если там что-то... Если мы возьмем мировые тенденции, то есть в Европе практически везде есть школьная форма, в Америке практически везде есть школьная форма. Причем, чем более элитный вуз, чем более элитная школа, тем обязательнее форма. То есть, говорит о том, что это, наверное, правильный подход. Давайте закончим. У нас осталось буквально пара минут тем, что с нетерпением ждут все горожане. В прошлом году я могу сказать, что мне очень понравился День города. В курсе ли вы немножко о том, что это будет, как это будет? Вы же тоже, как бы сказать, имеете отношение к городской власти. Вот расскажите нам, как мы будем праздновать в этом году. Можно сказать еще о том, что вот первого числа прошли всемирные сказочные игры. Ну, игры просто я в курсе, что дневной разворот перед нами с вами. Тут был Павел Николаевич, они все подробно рассказали. Что сказочные игры, что День города. Это социальные проекты, понятно, что это определенные затраты. Ну, причем я посмотрел там бюджеты, не сказать, что какие-то заоблачные, колоссальные. У сказочных? У сказочных игр, в том числе и у Дня города в этом году. При этом такие мероприятия обязательны, они нужны городу. То есть сказочные игры, ну, порядка только на театральной площади, по-моему, порядка 20 тысяч человек. Там из них, по-моему, 8 тысяч детей было, да, то есть в течение дня. Прекрасно. Это же очень важно. По поводу Дня города я смотрел программу, которая будет в этом году. Мне кажется, очень правильно сделали, что не стали проводить какое-то одно мероприятие общее в одном месте, а практически во всех районах города что-то будет происходить. И в Парке Победы, и на площади Конева, и в Коминтерне, и в Нововятске, и на набережной Грина, и в Александровском саду. И на театральной площади большая программа, где будет в итоге фейерверк, будет интересный там фолк-фестиваль, то есть будет много музыкальных коллективов. То есть именно весь город, вся территория, все районы задействованы. Там и Октябрьский, и Ленинский, и Первомайский, и Нововятский. Это очень важно. Мне кажется, вот так правильнее. Ну и пытаются вовлекать там шариками различными. То есть много будет различных награждений, там за лучшие дворы, там различные автопробеги. Вы задействованы как-то в это, нет? Ну, безусловно, я буду в этом участвовать. Но не как депутат, как жители. Нет, как жители. Но я имею в виду, что как депутатов вас не привлекали там к чему-то там? Ну это же не политическое мероприятие. Это мероприятие, оно для жителей города. Для жителей города. Мы ходим там на последние звонки, безусловно. Но у вас же есть ваши эти самые, ваши участки города? Просто я думала, мало ли там к чему-то что-то вас привлекут, нет? Мы будем только отдыхать. В конце концов, в данной ситуации вы тоже горожане. День города вы обязаны отдохнуть. Да, нечего тут на депутатов лишнего заставлять их в день города отличаться от простых граждан. В данной ситуации, мне кажется, это хорошо. Если весь город будет вовлечен в этот процесс, это хорошее настроение, это людей объединяет. Лето наконец-то наступило. Мы становимся немножко добрее. Так мы его ждали. Немножко толерантнее друг к другу. Отличный получился эфир, хорошая финальная точка, позитивная. Давайте удачно отметим день города. Всем замечательной текущей недели, хорошо ее прожить. И вообще всего самого замечательного. Сегодня высказывал особое мнение депутат городской думы Андрей Березин. В студии работала Антонина Тихомирова. Всем всего самого-самого доброго. Всем удачи. Особое мнение на 101FM